Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Благочестие на все полезно, говорит святой апостол Павел своему ученику Тимофею. Но сразу возникает вопрос, в чем польза благочестия, если в другом месте священного Писания сказано, что хотящие благочестиво жить, гонимы будут. Никакого противоречия здесь нет, то и другое совершенно согласно в главном. Поэтому благочестие имеет обетование жизни настоящей и будущей. Главное здесь — жизнь. Жизнь не призрачная, а настоящая. Казалось бы, все живое живет. Раз человек родился на свет, он живет. Оказывается, нет. Да, физически он живет, но это еще не та полная, осмысленная, целеустремленная жизнь, которая здесь названа преизбыточествующей и в будущем веке будет по-настоящему полной и преиздевающейся от радости, блаженствия в общении с Богом. Но возможно ли это в наших условиях, в нашем мире? Возможно, если каждый решится жить благочестиво. Конечно, такому надо будет готовиться к неприятностям, непониманию, раздражению близких и дальних, а порой и к гонениям. Но прежде надо для себя решить, действительно ли я выбираю для себя путь благочестия. Если да, то надо будет серьезно учиться тому, что ведет на деле к благочестивой жизни. Хорошо бы встретить учитель на этом пути, но как его найти? Апостол Павел указывает, на что нужно смотреть. Он в послании к Тимофею причисляет необходимые для духовного руководителя качества, которые стали писать на Иерейском кресте. Образом быть верным в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Вот на что нужно смотреть, когда встает вопрос о выборе руководителя на пути спасения. Нельзя спешить и делать для себя выводы, встретив священника вроде бы внимательного, особенно ласкового, который легко покажется любвеобильным и сочувствующим. Конечно, есть и такие, и их большинство. Однако нужно знать, что довольствоваться вниманием к внешним обстоятельствам жизни допустимо только в начале. Дальше основное внимание должно быть направлено на главное — спасение души. Если это есть, слава Богу. Если же общение ограничивается лишь знакомством, разговорами на все темы, встречами на именинах или совместным паломничеством и тому подобное, то надо очень внимательно отнестись к этому и не ограничиваться таким руководством, хотя бы оно вызывало даже зависть у тех, кто и такого не имеет. Почему на это нужно обратить внимание? Потому же, почему и апостол Павел Тимофею, поставленному им руководителем юной церкви, советует, занимайся чтением, наставлением, учением. Для утверждения в вере, для благочестивой жизни надо обязательно читать, учиться думать, делать правильные выводы, изучать священное писание, вникать в то, чему учили святые апостолы, чтобы всегда твердо знать то, что полезно душе, и не соблазняться никакими новшествами, какими бы ни казались они привлекательными. Все это не приходит само только потому, что кто-то решил умножать свои внешние подвиги. Они, конечно, нужны, никто этого не оспаривает, но механически они не освобождают душу от засилия страстей, а Бог смотрит на сердце, естественно, очищенное сердце, и просит, «Сыне, дай мне твое сердце».